добрый день дорогие зрители канала садовый мир в прошлом цветочном сезоне я познакомилась с новым для меня комнатным растением это ипомея батат приобрела у других цветоводов три укорененных черенка с салатовым листом с андоциановой окраской и в том числе с бронзовой окраской листьев по конфигурации листочки тоже отличаются эти красавцы украшали наш участок в вазонах в всего теплого времени года очень нам эти растения понравились и мы решили сохранить их в качестве маточных растений чтобы потом в следующем сезоне уже вновь наступившим украсить тоже свой участок мои растения растут вот в таких обычных ведерках можно взять любой горшок и все было хорошо пока не появился вредитель трипс я его опознала уже когда он существенно повредил мои растения история умалчивает как он появился на других растениях его не было но видимо ипомея батата ему пришлось максимально по вкусу про этого вредителя много информации на нашем канале особенно разоводы часто впадают в панику когда поражаются посадки наших трепетных красавиц но а я его победила я изучила информацию какие препараты можно использовать в квартире особенно учитывая то что мои растения стоят вблизи растений зимнего домашнего огородика где растет микро зелень поэтому тяжелые химические препараты использовать нельзя а я взяла вот такой препарат который использовал в прошлом году на посадках плодоносящих огурцов и победила с его помощью паутиного клеща это биокомплекс маг он отлично работает в том числе и на других группах растений для этого я приготовил рабочий раствор и побеждала этого вредителя вот сейчас я специально в наше видео нынешнего выпуска попрошу нашего видеооператора вставить вставочки я специально сделала видеофиксацию фотографии как выглядели листы моих растений с салатовым листом с бронзом в том числе с атоциановым они все сплошь перфорациях даже на момент рождения листика пока он еще был в неразвернутом состоянии трипсы его уже поражали и когда он раскрывался он весь был в дырочку на обратной стороне каждого листочка практически на всех растений была такой темный налет зернистостью и я сделала две обработки в первый и второй день с при помощи вот этого препарата и контрольную обработку через неделю чтобы эта неприятность больше не повторилась а ведь мои растения сейчас уже полностью чисты пожалуйста перейди камеру и я покажу листочки с обратной стороны уже без следов свежих покусов новенькие которые уже распустились они абсолютно гладкие без дырочек конечно растения ослаблены и придется их приводить в чувство путем подкормки более тщательного ухода кстати сейчас я уже потихоньку начну отбирать черенки для новых растений этого цветущего сезона поэтому мне нужны абсолютно здорового растения зернистость вся пропала растение абсолютно чистые и сейчас как раз прошла очередная неделя и я буду делать очередную профилактическую обработку средством маг рабочий раствор готовится очень просто нам нужно взять обязательно теплую воду не горячую и не холодную для того чтобы средство равномерно размешалось именно вот в этом объеме воды на 1 литр теплой воды нам потребуется 3 чайные ложки средства маг она на основе натуральных масел и экстрактов поэтому нам и потребуется теплая вода я отмеряю средство обычной чайной ложкой самого покажу ведь она тягучая и имеет консистенцию масла и таким образом добавляю внутрь нашего распылителя добавили необходимое количество вопрызгать или полторы ложки на пол литра теплой воды закрываем и тщательно перемешиваем когда будем работать с готовым рабочим раствором после каждого 2-3 пшиков обязательно перемешиваем чтобы у нас равномерно средство распределилось по всем больным листочкам нашем случае растение уже без вредителя но тем не менее мы должны распределить рабочий раствор до полного смачивания листа с обеих сторон я беру объемный мусорный пакет помещая туда емкость с маточным растением вот у меня стоит дальше чуть-чуть вот края приподнимаю и обильно не забывая потряхивать опрыскиватель обрабатываю наше растение с него должно буквально течь не забываем и про обратную сторону каждого листочка не экономим средства у целого пузырька хватит на 6 целых литров готового рабочего раствора вот смотрите все растение нас полностью обработано работаю голыми руками средства абсолютно безопасно для животных домашних для человека поэтому и ствольки все обрабатываем еще один важный момент от отгибаем все наши побеги в сторону и тщательно промачиваем поверхность почвы в нашем горшочке не экономим поэтому лучше если растение у вас немножечко в почвенный ком будет подсушен то есть не после полива это делать а если применяете такой рабочий раствор на растениях в открытом грунте если после обработки в течение суток там 2 у вас прошел дождь обязательно повторяем нашу обработку вот все наше растение полностью промочено с него буквально течет дальше что делаем приподнимаем наш пакет делаем небольшой колокол можно поставить кстати где-то нет была палочка вот небольшой вот такой шестик на которой будет опираться пакет если вдруг он вздумает у нас воздух спустить чтобы он не лежал на листьях вот таким образом плотно закрываем наше растение получается как бы в тепличке в парничке полностью обработанное средство так обрабатываем все растения и оставляем до следующего дня то есть у нас проходит с вами сутки вот в таком состоянии допустим можно сделать это на ночь вечером следующего дня открываем проветриваем немножко и делаем повторную обработку двое суток подряд вот такая тщательно тотальная обработка после растения достаем выставляем на подоконник они у нас обсыхают проветриваются и такую же обработку делаем потом ровно через неделю и с интервалом в 7 дней последующей обработки если вы до конца не уверены что у вас трипс пропал у меня достаточно было двух обработок ровно через сутки каждая и одна обработка после недели перерыва сегодня просто как говорится для успокоения своего собственного сделал обработку пусть будет потому что нельзя исключать возможно что где-то в почве личинки вредители есть или в листочках сохранились поэтому нужно действительно лучше подстраховаться дорогие цветоводы обращаю ваше внимание что если непосредственной близости с зараженными растениями есть другие цветы овощные культуры которые гипотетически мог быть заражен заражен трипсами обрабатываем обязательно и их по той же самой схеме не забывайте дорогие заводы что впереди сезон и вот такой биокомплекс маг можно использовать эффективно в том числе и в открытом грунте обрабатывая наши розочки полностью безопасные средства потому что многие приводят на дачу в том числе детей и внуков домашних животных и после такой обработки можно спокойно рядом с растением перемещаться без риска абсолютно для здоровья все мои ипомеи батат уже практически здоровые я довольна результатом рекомендую вам это средство в борьбе с этим скажем так непростым вредителем особенно в условиях городской квартиры когда мы в этой квартире в том числе еще и сами живем и нельзя подвергать риску свое здоровье всего доброго до новых встреч